Не так давно на базе санаторно-здоровительного комплекса Альпийская деревня завершился этап Национальной универсиады по лыжным гонкам. Неделю спустя село Октябрьское Горьковского района вновь эпицентр всероссийских соревнований. Четвертый этап Кубка страны по палеотлону. В программе пулевая стрельба, силовая гимнастика и лыжная гонка. Этап соревнований по зимнему троеборью собрал представителей девяти территорий нашей Родины. Спортивную честь в своих регионах в различных возрастных категориях защищали 28 команд. Всего около 200 спортсменов. Говоря о том, что в соревнованиях принимают участие 18 мастеров спорта, это говорит о том, что соревнования вызвали интерес у большинства регионов Сибирско-Уральской зоны. И многие спортсмены решили перед чемпионатом России проверить свои силы, посостязаться и приехали к нам до участия в соревнованиях. Для нас, для сибиряков, Омск – это самая ближайшая точка. Это первое преимущество, которое, конечно, мы сюда с удовольствием привозим молодых, поскольку много денег нам не дают. Второе – здесь великолепные условия именно в этой альпийской деревне. То есть именно здесь, в поселке, почему? Потому что все рядом. Все рядом. Прекрасная трасса, прекрасные условия проживания. Значит, можно заняться досугом, горки. Ну, то есть ребятам не только вот посоревноваться, еще и пообщаться. Вера Водолеева – мастер спорта России. 117 отжиманий для этой хрупкой девушки с Алтая – вовсе не предел, а вполне привычный результат. Выступила, как бы показала, результат немного хуже, чем до этого за две недели, выступая в городе Коврове Владимирской области. Но, тем не менее, результатом довольна. Прежде всего, мы сами себе конкуренты, а потом уже все остальные. Ну, очень много достойных девушек. Омская школа палеотлона гордится своими чемпионами мира и призерами международных соревнований, действующими спортсменами Юлией и Денисом Рыжковыми. Ну и молодое поколение омских многоборцев, по словам специалистов, прогрессирует. У нас существует отделение и позволяет база проводить полностью подготовку. Там два стрелковых тира в этом здании, гимнастический зал, опять же, небольшой, но все в одном месте. И лыжная трасса в парке культуры советском. Все это в одном месте. И, наверное, это и дает возможность готовить хороших спортсменов. Благодаря острой конкуренции по итогам состязаний показаны высокие результаты. Уровень соревнований позволил атлетам повысить свой спортивный статус. Так сразу четыре омских палеотлониста выполнили нормативу мастеров спорта. Стала сборной Омской области и победителем четвертого этапа Кубка России по палеотлону.